Масштабы этого детально организованного наркобизнеса приводят в ужас. Подобного на территории нашего города еще не было, утверждают сотрудники наркоконтроля. Организатор нарколаборатории оказался 27-летний житель Липецка, который приехал в Брянск полгода назад с целью организации производства и распространения наркотиков на территории нашего города. Деньги получил от матери, это в пределах 200 тысяч рублей. Мать думала, что он вложит в какой-то легальный бизнес, но малой человек вложил в нелегальный бизнес, приобрел оборудование и начал, соответственно, заниматься изготовлением и последующим реализацией наркотиков. Наркотики распространялись на территории города Брянска, в местах массового досуга и через социальные сети, исключительно бесконтактным потимом. Для выращивания конопли он оборудовал отдельное помещение в цокольном этаже дома, который был им арендован для организации его черного бизнеса. Здесь было все необходимое для создания самых лучших условий выращивания конопли. Система вентиляции, освещения, полива использовался специальный грунт. На втором этаже дома за потайной дверью скрывалось помещение для сушки кустов конопли. Параллельно с этим он занимался и производством синтетического наркотика GVH. С реализацией у молодого человека проблем не было. Курительные смеси собственного производства он продавал через интернет. Но несмотря на такой способ сбыта, укрыться от правоохранительных органов ему не удалось. О незаконном бизнесе быстро узнали наркополицейские. По оценкам черного рынка, стоимость и лаборатории, и изъятого наркотика, там было изъято более полтора килограмма марихуаны и GVH, более полукилограмма, оценивается более миллиона рублей. Сейчас применена мера прещения заключения под стражу. Фигурант находится в следственном изоляторе. В ходе обыска изъято 500 граммов синтетического наркотика GVH, полтора килограмма марихуаны, 72 куста конопли и все оборудование для выращивания этого растения. Екатерина Зодина, Евгений Седачев, События Брянск.